Продолжение следует... В этих координатах находится полуостров Афон. С трех сторон его омывает Игейское море. Полуостров венчает гора высотой 2033 метра, которую тоже называют Афон. Это название можно перевести как «тихое беззвучное место». Здесь громко звучат только молитвы, обращенные к Богу и Богородице. Субтитры создавал DimaTorzok Афон – это монашеская республика. Население полностью состоит из мужчин. Монахов, послушников, трудников. Вот такая виза, которая называется «Диамонтирион», является разрешением для паломника. Со всего мира едут сюда люди помолиться Богу и взойти на гору. Что тянет на Афон? На Афон второй раз всего лишь еду. В том году первый раз был. Ну, конечно, 16 веков молитвы никуда не денешь. Это серьезно. Здесь очень все намолено. Смотреть на людей, которые бросили все ради Бога – это очень серьезно. И приобщиться к этому, хоть чуть-чуть приобщиться, попросить их молитв тоже. Пресвятая Богородица, она же вон, она там стоит всегда покровом своим. Покрывает всю эту гору и всех тех, кто приезжает сюда, и вас, и нас. Спасибо Господу. Начинается подъем с пристани у скита Катунаки. К восхождению готовятся по-разному. Кто-то еще на материке покупает снаряжение. Спальные мешки, фонарики, сухари и сухофрукты. А кто-то налегке, с бутылкой воды и полотенцем, идет покорять вершину. Вот она, вся наша группа. Аппаратуру погрузили на Мулов и двинулись. Жарко. И это в сентябре. Где-то градусов 30. Ну, где-то, значит, его. Вот. Место это называется Святая Анна. Отсюда начинается подвиг паломника. Поднимаются на Святую гору Афон, где служат литургии. Сотни паломников вот уже тысячу лет. Путь этот проходит с палочками, с такими тренингами палками. Потихоньку, потихоньку за 6-8 часов. Ну, конечно, кому удается. Древняя история Афона полна загадок. Например, существует предание о том, что великий правитель и полководец Александр Македонский не захотел, чтобы из Афонской горы была сделана его гигантская скульптура. Архитектор Стасикрат сказал, «Я подумал, царь, верить подобие твоего тела материалам нетленным и живым, которые имеют вечный фундамент. Я имею в виду гору Афон. И она поддается обработке». Значит, Стасикрат предложил Александру Македонскому Афон по причине ее высоты и того, что гору было видно издалека. «И тогда Александр Великий сказал ему, «Оставь Афон в его тиши, а меня впишут в историю за дела, которые я совершу». И таким образом Афон не потревожили. Идем, идем, потихоньку идем. Боже, помню все. С помощью его сюда что-то вставляют людей, продукты и стройматериалы вместо машины, вместо «Мерседеса». В монастыре Великая Лавра, главной обители Афона, есть уникальная фреска. Восседающий на троне Богородицы изгоняет древнегреческую богиню Артемиду, в честь которой были возведены капища на Афонской горе в языческой древности. До Рождества Христова, три с половиной тысячи лет назад, здесь был древний город, который назывался Афос. И его населяли женщины-амазонки. И перед тем, как сюда в 953 году пришел святой Афанасий Афонский, чтобы построить здесь монастырь, и это был первый монастырь на Афоне, он столкнулся с затруднениями во время его строительства. Каждый вечер он обрушался. Следы глубокого прошлого едва-едва проглядывают из-под земли. Это жертвенник. Здесь приносили жертвы. А это место для жриц. Они почитали Артемиду, богиню охоты. Подойдите сюда, посмотрите. Здесь ставили идола, которому приносили жертвы. Это обработанный камень с отверстием наверху, чтобы удерживать идола. Там приносили жертвы, там сидели жрицы, здесь стоял идол. А тут солнечные часы. Сюда ставили два предмета и по солнцу смотрели каждый час. И говорят, что эти солнечные часы одни из самых совершенных в мире. Говорят, что их сделал великий математик. Они не отставали ни на секунду. А сейчас пойдем посмотрим на богиню Артемиду. Вот богиня Артемида, которую они почитали. Глаза, нос и лицо, ее тело и грудь. В одной руке она держит ветвь. В другой руке она держит трезубец, а на спине лук со стрелами. Это богиня Артемида, которую они тогда почитали. Эти амазонки, жившие здесь. Немного воды, и видно сейчас хорошо. Видим облик человека. Руки воздеты вверх. Большие когти. Это лик дьявола. Все эти древности мы показываем людям. Хотя православного христианина это все не интересует. Мы показываем это, потому что святой Афанасий, когда пришел и строил монастырь, монастырь разрушался. И затем, после молебного канона к Богородице, ему было явлено, что на этом месте были бесы. И тогда святой Афанасий решил построить здесь храм за один день. Он начал строить утром и закончил вечером. И литургия была отслужена в тот же день, чтобы тем самым победить бесов. Это был храм святых бессеребряников, Косьмы и Дамиана. Была отслужена литургия, побеждены бесы и начал строиться монастырь. Здесь, вверху, на камне, святой Афанасий оставил свой посох. Этот кипарис это посох святого Афанасия. Это чудо. Кипарис растет на камне. Непрестанная молитва Богу, святого Афанасия и монахов осветила это место. Нет здесь теперь кровавых человеческих жертв. Здесь есть только одна бескровная жертва – смирение перед Создателем и любовь к Богу. Я чувствую здесь сильное волнение. Очень часто я не плачу, а рыдаю от того, что вот уже много лет меня гостеприимно принимает Святая Гора и что я живу здесь, в этом святом месте, через которое прошли очень многие святые. Хотя в первый раз я пришел сюда в полном безразличии. Тогда были маленькие суденушки, как те, на которых ходят сейчас на рыбалку. Я очень измучился и говорил себе, почему это я хотел так попасть в это место. Однако на следующий день нам было воздано за то, что мы пережили. Я выбрал Святую Гору, потому что здесь абсолютное безможие. Здесь можно молиться, не отвлекаясь ни на что. Подъем состоит из трех этапов. Первая часть – это подъем до скита Святой Анны. Маленький монастырь на Сконе Горы. А куда подняться надо? Вот, это основной храм скита Святой Анны. Там нас ждет кофе, холодная вода, лекарство монашеское. Гори, я. Там очень большая святыня. Стопа бабушки Иисуса Христа, праведная Анна. И наши паломники, не спортсмены, они всегда останавливаются и прикладываются. Благословляются на путь. Приветствую паломнику. Ты, Господи. Привет. Бог помощь. Бог здоровья, взаимно. А вы откуда? Из Лондона. Серьезно? Да, да, да. Но сами русские? Ну, русские. Зачем? Вот вы в Лондоне живете, да? Да, да. Интернет, возможности слетать на ружейкурорт, цивилизация. А что сюда-то? Знаете, есть такое выражение, мир это склеп. Помните, Рами сказал, да? Мир это склеп, так ведь? Да, вот у нас склеп везде. Вот есть склеп там, есть склеп в Лондоне, есть московский склеп, есть склеп где-нибудь в Берлине. Да, там можно ходить в мини-бикини на курортах, но это никуда человек не ведет. Ну, поэтому, как бы, да, наверное, Лондон... Мы уже говорили, да, вот как мы приехали, вот это ощущение склепа, да, и вот ты идешь там, уже все-таки, ну, уже не молодые там совсем люди, да, и ты идешь, и у тебя рождается ощущение, открывается пространство, да, то есть какое-то открытие пространства. Потому что без этого, потому что ты можешь прожигать жизнь, проживать жизнь, а пространство не открывается. Вот просто открытие пространства. Потому что ты можешь застояться везде, ты можешь вообще просто сидеть и, как говорится, не высовывать голову, и это просто становится удушающим. Мы, как люди опытные, знаем, что нужно приезжать сюда еще раз, чтобы пройти техосморку. Маленькая остановка перед тем, как мы пойдем дальше. Это место называется Крест. До Панагеи, в переводе с греческого, значит, всесвятая, еще подниматься 800 метров. На самом деле это несколько километров по козьим извилистым тропам. Идти очень тяжело. Пойдем в градус большой достаточно, камни. Идти тяжело очень. Здесь нет дорог, есть только тропинки по камням и по зарослям. Сколько минут осталось еще идти? Ребят, сколько? Минут сорок до церкви. И вот, наконец, выходим на небольшое плато, где стоит сложная из камня церковь. Это и есть Панагея. Рядом еще один крест. Интересно наблюдать за людьми, которые преодолели, может быть, самое трудное восхождение в своей жизни. Здесь проявляется все. И сила духа, и любовь. Как, например, в этом эпизоде случайно нами подсмотрено. Он пошел вниз за другом своим и забрал у него этот рюкзак. Ух ты, какой молодец. Воздух здесь разряжен. Тишина необыкновенная. Люди никуда не торопятся. Все настолько устали после подъема, что надо прилечь, отдышаться. Но первое – это поклониться кресту. Ничего, это не все. Вы откуда, расскажите? Самара. Мы из города Самары. Россия. Приехали сюда уже во второй раз. Каждый раз в сентябре. И каждый раз стараемся, по крайней мере, подниматься на гуру Афон. А что вас подвигло? Вера. Вера. Душа тянется. Вот так. Здесь хорошо. А где хорошо там? Там и я. На высоте 1500 метров над уровнем моря находится храм. Панагия. Названный так в честь Божьей Матери. Переводится как «все святая». Здесь паломники могут отдохнуть, а ночью посетить особую афонскую литургию. Вечереет. К Панагии собираются паломники. Кто дошел, кто смог выдержать. Тут и молодые, и пожилые. Каждый раз не знаешь, чего ожидать. Но в целом это всегда праздник души. Встреча, короче говоря, с Богородицей. Все время знаешь, что ты по кругу находишься. Есть два пути на гору Афон. Крутой и пологий. По последнему поднимаются сотни паломников. Впереди четыре священника. Идут с молитвой. Ни на минуту не прерываясь. Так легче. Афон своему делу Божья Матерь избрала, когда направлялась на остров Кипр навестить святого Лазаря. Это предание донес до наших дней Максим Грек, святогорский монах, приехавший на Русь в начале 16 века. Когда по вознесении Иисуса Христа апостолы пребывали в Сионской горнице, ожидая сошествия святого духа, Богородица, будучи с ними, попросила, хочу и я принять участие в трудах евангельской проповеди. А потому желаю вместе с вами бросить жребий, чтобы им не иметь для апостольских трудов страну, какую Бог укажет. Светая гора – это вообще выдел Божьей Матери. Потому что когда выпал жребий Иверия, то есть по пути в это первое жребие, Иверскую страну, их корабль бурю занесло вот именно на, вот к этой прибилой горе Афонской. И Матерь Божия уже изрекла, что это жребий ее, и все подвязающиеся на святой горе, они имеют особое покровительство Божьей Матери. Что если они будут исполнять цены ее, Бога нашего, да, Иисуса Христа, заповеди в точности и в соблюдении непорочного жития, то она будет неусыпной помощницей всякому подвязающему на святой горе. Это очень сильное упование. И действительно здесь вот живущие монахи на святой горе, они каждый день на себе чувствуют вот такую заботу о Божьей Матери. И снисхождение там к своим немощам, и прощение грехов, и помощи даже в самых обыденных местах, вся святая гора пропитана воспоминанием о жизни Престой Богородицы. И вершина вот по преданию туда поднималась самая Божья Матерь до этого уровня. И сейчас там скиты в честь ее называются Панагея, Всесвятая, что переводится с греческого. Спустя 3000 лет там, где могла бы стоять огромная скульптура Александра Македонского, проложены дорожки и тропинки. Ежедневно паломники и монахи взбираются на гору и спускаются с нее вот уже не одну сотню лет. Многие приходят на Афон, чтобы ходить по его святой земле. Одни приезжают от истинного благочестия, желая поклониться, другие приезжают только ради поклонения природе, а третий приезжает ради любопытства. И как в мире люди выбирают свой путь в жизни, так и паломники, которые приезжают на Афон, изначально выбрали, что они желают увидеть и получить. На вершине горы обычные люди начинают говорить совсем по-другому, никак в обыденной жизни. Афон – это глоток свежего воздуха. То есть каждый, короче говоря, состоит из каких-то потребностей физических, духовных. И вот каждая поездка на Афон – это глоток свежего воздуха. Это как зарядить аккумулятор, воткнув его в розетку. Есть такое интересное явление, называется покрова Богородицы. Небольшое облачко вокруг горы Афон. То есть оно иногда бывает, иногда оно редкое такое явление, очень красивое. И если удается его увидеть, если удается подняться на гору, если удается на самой горе, на вершине исповедоваться и причаститься, ну это просто именины сердца. Каждое восхождение на святую гору – это отдельная страница пути спасения человека. Иногда через трагедию, через горе, через огромное страшное испытание. У нас в монастыре была служба перед преображением. Я был служащим, причал двух человек. Я просто их запомнил. А они потом, значит, причастились в субботу, и под подбудение они как раз поднимались на гору на праздник. И там отец и сын был. И отец был, возглавлял какой-то банк. Сейчас я не помню, какой он такой банкером был. И с ним случился приступ. Он умер, вот подойдя до поноги, и с ним случился приступ, и он там умер. Для мирян это трагедия. А я вот удивился, думаю, что человек отдал свои силы, несмотря на свое здоровье, например, он хотел войти, подняться на гору, чтобы помолиться Богу. И там он приставился. Вот представляете, даже монахи не сподобляются на поноги умереть. А тот мирской человек, который помогал и церквям, и нашему, и на Святой горе, и вот такой, имея ревность, я думаю, может быть, у него была какая-то болезнь. Он приставился на то месте, куда дошла по преданиям Святой горы, и сама Божья Матерь поднималась. На уровне 1500 метров. Субтитры создавал DimaTorzok А люди, которые из мира попадают уже на Святую гору, они соприкасаются с такой благодатью, которую только попробовать можно, самому сюда приехать. Рассказать, рассказывать, не поймешь, что это может быть. Когда человек приезжает сюда, он понимает, что, и возвращается после святой горы там, он понимает, что он лишается самого главного, дыхания и жизни, кислорода духовного. Самая главная цель человека в жизни – это познать Господа. Опознается Господь только смиренным. А смирение, если это признать себе за грешника, потому что спаситель не нужен человеку, который не считает себя грешниками. Если мы считаем себя грешниками, то сразу у нас есть необходимость, что нужда в том, кто мог бы нас избавить от этих грехов. Нужда в том, кто бы нас мог избавить от греха, простить нам от греха. А кроме Господа никто не может это сделать. И поэтому начинается перерождение человека с осознания своей греховности. Если человек самодостаточный, самоуверенный, ему ничего не надо, никто, он никогда не познает Господа, и благодать не сможет коснуться сердца. Субтитры создавал DimaTorzok Ближе к вечеру подтянулись и оставшиеся. Кто-то принес с собой примус, кипятят воду, будут бить вечерний кофе. Иван Ильич, где грешина? Вон там, в храм, вон там храм наверху, и туда идти. Одни любуются потрясающей панорамой, открывающейся отсюда. Другие готовятся к службе. К вечеру все укладываются спать в тесном маленьком помещении, где стоит около 20 панцирных кроватей. Три-четыре часа сна, и снова служба. Люди пришли сюда не отдыхать, а пришли на молитвенный подвиг. И у вас с нами на доме наше, а, боже, имя, уставаем дружку наших. И рыки на свои искушения, и благословен нас от Духа, Богом. Я, как и Твоя Сар, твой силой слава, отца и сына и святаго, духу ныне признан от Большой. Вот евангельские сюжеты часто мы встречаем, да, вот, Господь выединяется на ночную молитву, на гору подымается. И конкретно один из эпизодов жизни Спасителя, это было связано, вот, когда он показал своим ученикам, он взял троих учеников с собой, погнял на гору, на Фаворскую гору, и там перед ними преобразился праздник, празднуем преображение. И храм, который находится на вершине, он как раз посвящен именно этому событию. И поэтому каждый человек, когда восходит на гору, я думаю, что он невольно воспоминает те события, которые происходили, и своего рода уподобляет, хочет подражать, истяжать ту благодать, которую Господь показал, открыл нам. Начинается литургия. Бывает она только в те дни, когда восхождение на гору совершают не только паломники, но и священнослужители. Отец Алексей, монах Свято-Пантелеймонного монастыря, не первый раз совершает литургию на горе Афон. Почему именно ночью и на горе? Ну, гора – это символ удаленности от мира, во-первых, и уединения. Ночь, она способствует молитве. С православным человеком всё-таки движет именно стремление получения благодати и быть услышанным. И для этого вот как раз и вот этот физический подвиг восхождения. Святятцы говорят, что молитва без физического подвига – это как недоношенный плод. В половине четвёртого ночи служба закончилась. Причастившись, люди в предрассветной темноте идут на вершину. Последние метры перед крестом. Рассвет. 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 Гору накрыли облака, все в тумане. Дошел наконец-то отец Алексей до вершины. 68 лет. Думал, честно говоря, не дойду. И когда сегодня, вы говорили там, на проповеди, что мы грехи наши все тянем на себя, и вот этот подъем у нас, это как крестный путь. Крестный путь у Христа, я вспоминал. Вот он шел, страдал в тысячу раз больше, чем мы. В тысячу раз. Шел, страдал. Он нам показал дорогу потом, как выйти потом и уйти в небеса. Вот эта вот дорога, она к очищению. Пока шел, вспомнил. Батя, все свои жизни. Очень тяжело. Очень. Ну, дошел. Люди забывают об усталости, о трудностях, о болях в ногах, о холоде. Валерий Иванович, один из паломников. Этот человек в духовных поисках обошел почти весь мир, где только не был. Но успокоение нашел здесь, на Афоне. Объехал практически все аномальные места в мире. От Арктики, от Антарктики, Латинской Америки, Австралии, Африки. В итоге жил в Гималаях, на Тибете и, как говорится, все искал чего-то. Искал, иногда сядешь там на скалу и думаешь, вот оно. Орел летит, думаешь, вот оно место. Но оно что-то все не то. Жена говорит, да съезди на Афон. Ну, я взял и приехал один. Тогда я понял многое. Открыл себя. Взгляд стал другой. Совершенно другой. Ни нахальный, ни городской, ни загруженный страстями. Облака плывут у самой вершины. Это как море, как покрывало, обравляющее землю. Как покров Божьей Матери над горой людьми. Высота 2033 метра. Над нами крест. Он установлен здесь русскими паломниками в 1897 году. В хорошую погоду отсюда виден весь Афон и часть Греции. Ощущение, что ты смотришь на горний мир. На Святой горе живет особое монашеское предание о 12 старцах, которые являются хранителями этих заповедных мест. Есть такие 12 подвижников, о которых воспоминают наши старцы. И в частности, например, преподобный Паисий Афонский. Сейчас он прославлен в лике святых. И он рассказывает такой случай, что он однажды шел где-то в пустыне. И вдруг его встречает какой-то старец. И говорит, иди за мной. Ты должен идти за мной. Но он был в недоумении и сказал, я пойду возьму благосостояние своего старца и потом приду сюда. И когда он вернулся, то уже того старца не было. И тогда они прибежали со своим старцем туда. Но уже никого не могли найти. То есть вот такое. И когда говорят, что когда умирает один... Вот почему он его позвал, старца Паисия. Что когда умирает один из 12 старцев, то восполняется число, вот это священное число 12 другим старцам. То есть призывают, как вот мы помним, на пророческое служение. Есть предание, что эти старца будут служить последнюю литургию перед кончином мира всего на вершине Афан. Чтобы их увидеть, это нужно какое-то особое благосостояние Божие. Всегда афонские монахи приветствуют подвиг паломников. Восхождение на гору. Старец Ефрем, игумен монастыря Водопед, где хранится пояс Богородицы, по-особому говорит об этом. Мне кажется, что даже те, кто приезжают на Афон ради туризма, получают пользу. Святая гора – это такое благодатное место. Настолько это место орошено слезами покаяния и освящения от стольких людей, которые здесь возлюбили Бога. Что оно всегда вызывает утешение, покой, мир, радость, если хотите. Я помню, что когда ходил по Святой горе, еще будучи мирянином, то в некоторых местах ощущал благоухание. И однажды я спросил старца Паисия, преподобного Паисия, почему мы ощущаем благоухание, когда ходим по святогорским тропам. И помню, как он сказал, что там, где есть благоухание, молился какой-то святой. Или какому-то святому было видение, явление ангелов или даже Богородицы. Афон – это важное место. И потому все, кто ходят по Афону, получают пользу. В православной церкви существует традиция, по которой очень многие люди дают обеты, идут в паломничество к чудотворным святыням пешком и проходят километры. В некоторые паломничества люди идут на коленях, как, например, к Богородице на острове Тинос, к ее чудотворной иконе. Как только сойдут с корабля, прямо от пирса, примерно с километр, идут на коленях. К сожалению, человек отдалился от божественных заповедей, то есть отдалился непосредственно от самого Христа. Потому что Христос, придя в мир, не просто дал нам заповеди, не просто дал нам нравственные назидания, Он дал нам непосредственно самого Себя. Потому Он и передал нам свое тело и свою кровь. Поэтому одна из причин того, почему люди сегодня пребывают в состоянии вражды, это то, что они отдалились от Христа. У людей нет правильного единения со Христом. Вот из-за этого небрежения, которое существует, Вселенная находится сегодня в таком ужасном положении. Одно поколение паломников сменяет другое. Сколько тысяч людей прошло этим путем, один Бог знает. Каждый из них повторял про себя, Господи помилуй. Божья Матерь принимает всех, сильного и слабого, хорошего и плохого, паломника и туриста. Подъем сюда, на эту вершину, это восхождение к молитве, к истине, к Богу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok